Стул для многих является запретной или по меньшей мере неприличной темой. Стесняясь говорить о ней, люди часто не обращают внимания на опасные изменения, с помощью которых организм сигнализирует о серьезных заболеваниях. Сегодня мы хотим рассказать о том, как лишь по внешнему виду стула определить, что с кишечником начались проблемы и нужно идти к врачу. Какой стул является нормой? На что обратить внимание? Когда нужно идти к врачу? Что такое нормальный стул? У каждого свое понимание нормы, в то время как специалисты давно определились, в каких рамках стул является нормальным и не отражает проблем со здоровьем. Речь идет о частоте посещения туалета от трех раз в день до трех раз в неделю. При этом человек не страдает запорами или поносом, консистенция его стула мягкая в форме колбаски, а цвет коричневый. В таком стуле треть составляет отмершие кишечные бактерии, треть – неперевариваемые пищевые волокна, а остальное – продукты метаболизма. К несчастью, далеко не все могут похвалиться таким здоровым кишечником. Когда же состояние стула предупреждает о болезни? Друзья, мы уверены, что необходимо говорить обо всех аспектах здоровья, даже таких, которых все мы часто стесняемся. И это видео многим поможет обратить внимание на важную проблему. А если вы подпишитесь на канал и порекомендуете его друзьям, то еще больше людей сможет обратить внимание на собственное здоровье, не дожидаясь беды. Обратите внимание! Первое, на что нужно смотреть – это цвет стула. Как уже было сказано, в норме он коричневый. Это показатель того, что бактерии работают нормально, а также, что из печени в кишечник поступают отмершие эритроциты, то есть соответствующие протоки не заблокированы. Изменение цвета стула от светло-коричневого до желтого – показатель синдрома Жильбера-Мейлинграхта. При котором фермент, разрушающий эритроциты, работает не в полную силу. К счастью, такое изменение безобидно. Единственным его ощутимым последствием является непереносимость парацетамола. Страдает от синдрома Жильбера-Мейлинграхта 8% людей. Ярко-желтый цвет кала говорит о неспособности бактерий справляться с переработкой пищи. Часто этому сопутствует диарея, а причиной может быть прием антибиотиков. Но бывают и более опасные ситуации, связанные с дисфункцией поджелудочной железы, одним из симптомов которой также будет изменение цвета стула. В этом случае стоит посетить врача. Но еще более явный и опасный признак – серый цвет кала. Он возникает при передавливании протока, связывающего печень с кишечником. И тут уж к врачу нужно идти как можно быстрее. Наконец, черным и красным стул становится при попадании в него крови. Черный, если кровь уже свернулась, а красный содержит свежую кровь. Оба состояния требуют серьезного обследования, ведь могут быть следствием геморроя, колита и даже онкологии. Правда, бывают и совершенно безобидные причины красного или черного стула. Свекла, активированный уголь или препараты железа. Все они окрашивают кал в соответствующие цвета. О чем говорит консистенция? Плотности форма стула – еще один важный показатель здоровья кишечника. В медицине принята даже целая шкала оценки стула по его консистенции. Первый и второй типы этой шкалы описывают твердый кал от мелких шариков до комков большого диаметра. В обоих случаях таким стул становится при запорах. Третий и четвертый тип – это колбаски, мягкие и ровные или с желобками и трещинами. Это абсолютно нормальная консистенция кала. А вот стул от пятого до седьмого типа варьируется от рыхлых клякс до водянистых выделений без твердых частиц. Такой стул возникает при развитии диареи. Конечно же, при явных запорах и диарее нужно искать их причину. Особенно если эта проблема сохраняется в течение длительного времени. Дополнительно стоит обратить внимание на наличие газа в стуле. Явный показатель этого – если кал не тонет. А также на изменение его запаха. Это также отражает процессы, происходящие в кишечнике. И в сочетании с другими симптомами может указывать на серьезные заболевания. В некоторых случаях привести стул в норму помогает изменение рациона. Отказ от подсластителей, фастфуда, химических добавок, а также жирной и жареной пищи решает многие проблемы с газообразованием и нагрузкой на печень и поджелудочную железу. Но если эта проблема не решила и стул по-прежнему не соответствует нормам, стоит пройти обследование кишечника. Врач назначит необходимые анализы и функциональные диагностические процедуры. Они объективно покажут состояние кишечника и микробиома, обеспечивающего переваривание пищи. А как вы следите за здоровьем кишечника? На какие симптомы обращаете особое внимание? Как вы прокомментируете информацию из данного ролика? Согласны ли вы с ней? Поделитесь полезными народными рецептами в комментариях и поддержите наш канал подпиской.